Всем привет! В прошлом видео мы достаточно много говорили об оборудовании безвоздушного нанесения и сегодня мы решили поговорить об этом поподробнее. В России присутствует достаточно много производителей, такие как Грака, Кремлин, Вагнер и сегодня у нас в гостях Евгений Попов, который представляет как раз компанию Грака. Евгений, буквально пару слов о себе. Да, Ярослав, привет. Привет всем, спасибо, что пригласил в гости. Как Ярослав меня уже представил, я Евгений Попов и представляю компанию Грака в России на Ближнем Востоке. И сегодня Ярослав пригласил меня поговорить об индустриальной окраске. Да, абсолютно точно. И мы не хотим сделать это интервью каким-то скучным и неинтересным, мы хотим задать самые острые и сложные вопросы представителям производителей оборудования. И первый вопрос, который задает себе практически любой человек, который хочет приобрести то или иное оборудование, это почему люди должны приобретать именно ваше оборудование, а не, например, компании Кремлин или Вагнер? Сразу острые вопросы. Да, и только так. Да, Ярослав, как я уже сказал, сегодня мы будем говорить, позволь говорить только об индустриальной окраске. Грака компания известна как производитель окрашечного оборудования не только для индустрии, но и для строительной отрасли, для антикоррозии, нанесения пенопульуретана. Поэтому все мои ответы сегодня будут касаться только индустриальной окраски. Возвращаясь к тому вопросу, почему люди должны покупать оборудование Грака и не должны покупать оборудование других производителей. Хочу сказать, что в первую очередь люди нам ничего не должны. То есть если покупатель желает купить оборудование других брендов, он может найти его на рынке. Но если мы посмотрим на продажи Грака в России, то профессиональные клиенты выбирают Грака в разы чаще, чем оборудование других брендов, причем всех вместе взятых. Но это аргумент, потому что действительно ваша доля на рынке, по-моему, самая большая, если я не ошибаюсь, среди индустриального оборудования. Да, у нас самая большая доля. Хороший ответ. Что нас покупают, потому что нас покупают, да? Да, именно так. На самом деле, это безусловно такой обтекаемый вопрос, и я не могу тебе дать на него четкий ответ, почему надо покупать Грака и не надо покупать другие бренды. Но маленький факт, что даже в пандемии 2020 год Грака продолжал инвестировать миллионы долларов в новые продукты, поэтому мы не останавливаемся, мы действительно рынок, лидер на рынке окраски индустриальной. Окей, второй вопрос. Нам клиенты часто говорят, что Грака на самом деле производится не в Америке, а в Китае. Это правда или нет? Смотри, у нас в России есть пословица «слышал звон, но не знаю, где он». Вот это именно касается производства Грака в Китае. Как ты знаешь, Грака глобальной компании имеет в своем распоряжении более 100 производственных линий. Несколько из них расположены в Китае, что абсолютно нормально, но та продукция, которая выпускается в Китае, не имеет никакого отношения к окрасочному оборудованию, к индустриальной окраске, поэтому я едва могу себе представить ситуацию, чтобы наши клиенты, в нашей отрасли, индустриальной окраски, увидели на оборудовании Грака, сделанном в Китае. Кроме того, уровень роботизации всего производства Грака настолько высок, что покупая Грака, ты получаешь безусловное качество, высокое, вне зависимости, где это произведено в Китае, в Америке или в Европе. Понятно. А вот я помню, мы с тобой ездили в Бельгию, к вам туда, в штаб-квартиру, можно сказать. Туда детали приходят из Америки или со всего мира? Как вообще устроен этот процесс сборки поставки? Мне сложно сказать, потому что я не специалист по логистике, а специалист по продажам. Но насколько я знаю, все, что часть продукции, львиная доля продукции поступает из Америки, и часть очень узкой номенклатуры поступает из Китая. Вопрос номер три. Расскажи про ваш сервис в России. Это очень важно, потому что сегодня я все чаще и чаще слышу, что компания должна продавать не продукт, сервис. Он самый лучший. Можно задать вопрос? Давай. Это твое интервью, я не знаю, могу задавать вопросы или нет. По-моему, в прошлом году сколько времени заняло у нас, чтобы достать комплектующий игрок для твоего клиента в прошлом году? О, да, это было очень быстро. И да, на самом деле тут надо отметить, что я хорошо помню, когда мы были у нашего клиента в Екатеринбурге, я помню, я стоял в лакокрасочной камере, и нам резко понадобилось другое сопло. И я позвонил, и через два часа это сопло было уже на проходной около завода. Ну, я подумал про другого клиента, тогда мы уложились в 24 часа, это был не региональный центр Екатеринбурга, а несколько между Москвой и Питером. Наша задача, задача игрока и сотрудников игрока в России или в любой стране обеспечить профессиональных клиентов максимально надежным оборудованием. Помимо этого, обеспечить доступные склады и запчастей в любом крупном городе России. Таким образом, чтобы ты мог найти сопло в Екатеринбурге за два часа, а где-нибудь между крупными мегаполисами в течение суток. А где у вас в итоге открыты какие-то представительства или офисы, какие-то города? Компания Грак осуществляет продажи через сеть официальных дистрибьюторов. Поэтому мы можем говорить не о прямых продажах Грака, а через дистрибьюторов. Они у нас есть. Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, безусловно, Нижний Новгород, Казань и другие города. Мы в прошлом видео говорили про безвоздушное нанесение. Мы вот вам показывали пример того, как наносить вот таким пистолетом. Но сегодня на столе у нас еще есть и вот такой пистолет. Это пистолет для нанесения комбинированным оборудованием. Наши клиенты часто используют именно вот этот пистолет, так называемый G40. И многие нам говорят, и честно говоря скажу, что и мы в этом уверены, как компания Ланквитцер, что данный пистолет ничего не имеет общего с так называемой технологией AirMix. О технологии AirMix мы также подробно расскажем. Что ты можешь сказать в свое оправдание здесь? Каким образом звучит вопрос? Имеет ли пистолет G40 какое-то отношение к технологии AirMix? Да. Это очень хороший вопрос. И я опять позволю себе задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, напиток Pepsi имеет какое-то отношение к колосодержащим газировкам? Я думаю, что да. То же самое с пистолетом G40. То есть AirMix это одно из названий технологии комбинированного распыления лакарочных материалов. Так точно. В Граке эта технология называется Airless Air Assistant. В других компаниях по-другому. Поэтому отвечай на твой вопрос. Граковский пистолет G40 имеет прямое отношение к технологии AirMix. Но вот говорят, что именно технология AirMix, она как раз и позволяет получить все эти дополнительные преимущества, которые дает комбинированное нанесение. А все остальные компании, типа ВАЗ, Каграка, они просто не имея права производить по патенту компании Кремлин, прямо скажем, делают что-то подобное, что никаким образом по сути-то и не позволяет добиться того эффекта экономии материала, который присутствует при технологии AirMix. Это так или нет? Нет, это не так. Технология AirMix заключается в том, что мы добавляем сжатый воздух в факел безвоздушного распыления. Соответственно, эта технология реализована у большинства крупных производителей окрасоченного оборудования, в том числе игрока. То есть, если мы посмотрим на этот пистолет, то увидим, что на выходе из сопла безвоздушного распыления у нас есть воздушные каналы. Соответственно, по ним подается сжатый воздух. И мы, так можно назвать, деатомизируем окрасоченный материал и делаем каплю окрасоченного материала меньше размером. Понятно. Ну, то есть, короче, вопрос такой. Ты не видишь никакой разницы в эффективности между технологией AirMix и вашей, как ты говоришь, AirLS, AirAssist? Не существует технологии AirMix. Существует название технологии комбинированного распыления лако-рачных материалов, которое называется AirMix, либо AirAssist, это AirLS, либо другие названия. Понятно. Вопрос номер пять. Когда клиенту можно переходить с пневматики на безвоздушное распыление? Классный вопрос. Его задают очень часто. Моё личное мнение, как сотрудник игрока, в том случае, когда окрасоченное производство становится узким горлышком всего производства. То есть, когда необходимо ускорить процесс окраски. Скажем так, не безвоздушное нанесение, а метод нанесения лако-рачных материалов высоким давлением имеет огромное количество преимуществ, но имеет при этом ограничения. Такие, как конфигурация изделий, окрасоченный материал определенной вязкости должен быть. Поэтому мы не можем рекомендовать всем абсолютно нашим клиентам метод нанесения высоким давлением, но большинству из них. Понятно. То есть, никаких конкретных цифр ты назвать не можешь? Нет. Ты в день расходуешь 100 кг, значит, это точно надо безвоздушку. Если ты в день 5 кг расходуешь, то даже не думай о безвоздушке, потому что ты никогда её не окупишь. Если мы с тобой рассуждаем такими категориями, то безусловно, если в день уходит 5 литров материала или 5 кг материала, кому как удобнее, то безусловно, использовать безвоздушку, наверное, будет сложновато, чисто технологически. А если речь идёт о 100 кг смене, скажем так, или задача ускорить окраску в 2-3 раза, процесс нанесения лако-рачного материала, то безусловно, безвоздушка поможет это сделать. А это правда, что если не заземлять установку безвоздушного оборудования, то можно к чертям взорвать малярку? Это очень классный вопрос, потому что он касается безопасности, и это правда. В России, я на моей памяти, 2 или 3 цеха таким образом горели окрасочных. Взрывал, да. Взрывали, да. Мы с тобой прекрасно знаем, что все объекты, которые находятся во взрывоопасной зоне, должны быть заземлены. Это ГОСТ 1986 года. Мы можем в описании к видео указать этот ГОСТ. И когда мы говорим про объекты во взрывоопасной зоне, мы говорим о, в первую очередь, изделии, оборудовании, ёмкость с лако-рачным материалом, ёмкость с растворителем. Если в окрасочной камере присутствует какой-то оснастка или ящик с инструментами, они тоже должны быть заземлены. Это ГОСТ с 1986 года. Очень смешно. Это не смешно, это безопасность. И если посмотреть на оборудование ГРАКа, вытащенное из коробки, из завода, то увидим красивый спиральный кабель зелёного цвета с надёжным крокодилом зажимом, с помощью которого мы заземляем. Обычно его, скажем так, оприходует очень быстро. И он исчезает с оборудования. В первый же день его использование до распаковки. Но, скажем так, немножко сложнее не с нашим кабелем, который пропадает сразу же из коробки, а сложнее понять, куда надо заземляться. И здесь надо звать главного инженера. Да, да, главного инженера и главного энергетика, если такие присутствуют на предприятии, спросить у них сложное словосочетание, а где в вашей камере контур заземления? Собственно, они должны дать этот ответ, что контур заземления находится у нас вот здесь. Шина заземления выходит из контура заземления в этом месте, и, собственно, туда мы заземляемся. Да, очень круто. Вот сейчас те, кто смотрит наше видео, задайте себе вопрос, а где ваш контур заземления в вашей малярной камере? И задайте себе еще... На это шите в комментариях, где он у вас находится, да? Где находится этот контур? И заодно уберите все розетки из малярки и перестаньте пользоваться электрической дрелью. Да, да, абсолютно верно. И мы можем, конечно, начать глубоко рассуждать, что есть разные типы растворителей с более низкой температурой вспышки воспламенения или с более высокой температурой вспышки воспламенения. Но в такие дебри мы не будем забираться. Все в окрашенной камере должно быть заземлено, начиная от изделия и заканчивая маляром в конечном итоге. Потому что если читать ГОСТ, пол в камере краски должен быть чистый и заземленный. Чистый это 100%. Да, это всегда такое... Мы не начинаем работать. Да, не работает установка безвоздушной. Более того, маляр должен приходить в камеру краски, в обуви с токопроводящей подошвой. И таким образом, значит, обеспечить свою безопасность и безопасность производства. А к безопасности мы относимся... Второй вопрос к вам. В какой обуви приходит ваш маляр в малярку? В токопроводящей или не в токопроводящей? Или проверяете ли вы токопроводимость подошвы обуви маляра перед тем, как он начинает работать? Это вообще очень смешно. В продолжение темы электричества у меня есть вот тут еще один такой вопрос. Что лучше выбрать? Это пневмопривод, про который мы говорили в предыдущем видео, когда насос движется за счет воздуха? Или это электропривод, когда электричество, собственно, и двигает этот шток? Мы были у клиентов, у которых есть и электропривод, и пневмопривод. И когда нас спрашивают, а что выбрать лучше, мы не можем дать абсолютно компетентный вопрос. Поэтому вопрос к тебе как к специалисту. Хорошо. В этом случае ответ будет следующим. Что в настоящий момент пневмопривод в индустриальной окраске является отраслевым стандартом. Да, это связано в первую очередь с безопасностью, так как большая часть наших клиентов с тобой работают с материалами на органической основе. Поэтому вопрос взрывобезопасности стоит очень острый. Мы его только что обсудили в теме заземления. Электрические аппараты Грака присутствуют на рынке, но они сконструированы не во взрывобезопасном исполнении. Соответственно, могут использоваться только с материалами на водной основе и вне цеховой окраске, то есть для строительных работ. Однако, если мы посмотрим на успехи компании Tesla, то мы видим, что электричество это будущее. И более того, Грака уже на протяжении 5 лет предлагает высокотехнологичным компаниям насосы с электроприводом индустриальным, которые работают с органическими материалами. Я надеюсь, что через 5 лет данная технология спустится в мир индустриальной окраски, а не только роботизированной и автоматизированной. То есть получается так, что на сегодняшний день, если ты красишь в цеху, если у тебя есть покрасочная камера, и у тебя там стоит, например, Mark V, так называемый, на электроприводе, то ты рискуешь взлететь на воздух. Это серьезный риск, и я хочу сказать так, по моему опыту, за последние несколько лет активность Ростехнадзора существенно увеличилась. И подобные компании, которые используют оборудование без сертификации по взрывозащищенности, они платят крупные штрафы и вынуждены менять оборудование на пневматическое, например, как наиболее дешевую альтернативу. Ну то есть, исходя из того, что нельзя даже иметь электрическое оборудование, то розетку тоже нельзя иметь, да? И никакой дрелью мешать нельзя краску, да? Если розетка взрывозащищенная, сертифицированная, и дрель также выполнена во взрывозащищенном исполнении, и сертифицирована, что она взрывозащищенная, то ее можно использовать. А если нет, то тоже можно, но опасно. Понятно. Слушай, я вот вижу, что ты нам принес еще такую штуковину, подай-ка ее нам. Мы тут до интервью поговорили о такой крутой мешалке. Расскажи, что это такое, как это можно использовать? Ну, смотрите, это часть от Карлсона, который летал и не долетел. Но на самом деле есть такое слово модное в мире поставщиков и лакарачечных материалов. Это материал, который вы наносите, должен быть в гомогенном состоянии. То есть, хорошо перемешан. Вот. За этим словом стоит хорошо перемешанный материал, поэтому возвращаемся опять же к использованию пневмопривода или электропривода. У нас есть пневмомешалка, которая устанавливается на краешек ведра под определенным углом, либо устанавливается вместе с крышкой на ведро, возможно, установка на бочку больших мешалок. И, соответственно, во время вашей работы она поддерживает ваш материал в гомогенном состоянии, что существенно сказывается на качестве окрасочных работ, которые вы проводите в вашем окрасочном цеху. Слушай, ну погоди, она во время работ поддерживает? Или, например, мы берем банку, у нас есть отвердитель отдельно, мы закидываем отвердитель и вставляем эту мешалку. Она решает эту задачу для того, чтобы приготовить смесь к нанесению? Безусловно. То есть мы с помощью этой мешалки готовим смесь для окраски. И также в зависимости от поставленных задач мы можем использовать ее в процессе окраски. То есть если окраска ведется не так быстро и расход материала из банки происходит тоже не так быстро, прошу прощения за тавтологию, то мы используем эту мешалочку, чтобы у нас не было ни расслоения, ни выпадения осадка, ничего. Понятно. Слушай, а какие-то ограничения по вязкости у нее есть? Безусловно, есть. Но в случае, если мы работаем с какими-то средневязкими или высоковязкими материалами, мы не говорим о сухом остатке, мы говорим про вязкость. Да, мы говорим про вязкость. В этом случае есть решение с мешалок, с редукторами усиливающими, которые тоже выполняют функцию перемешивания высоковязких материалов. И это все тоже доступно к заказу? Да, безусловно. Не то, что доступно, мы рекомендуем использовать пневмомешалки и другие аксессуары, на которых почему-то экономят, но которые существенно выравнивают и стабилизируют процесс окраски на предприятии. Если кому-то интересна такая мешалка, то смело пишите нам в комментарии. Мы попробуем подготовить какой-то, наверное, прайс на все эти комплектующие, потому что я, честно говоря, в глаза его не видел. И, возможно, он будет очень полезен. Если интересно, мы можем сделать отдельный выпуск по аксессуарам для окрашенных цехов. Да, без проблем, на своем канале вы сделаете очень крутой выпуск. Мы к вам придем и послушаем. Так и сделаем, да. Я шучу. Может быть, действительно сделаем здесь, потому что... Если это будет интересно. Да, если это реально интересные штуки, то вполне возможно. Слушай, ну и последний вопрос. Какая окраска самая лучшая в мире? Евгений, спасибо большое, что пришел к нам в гости и поучаствовал в таком интервью. Я скажу тебе честно, что мы сейчас полетим в Нижний Новгород, к компании Кремлин, в гости. И зададим им те же самые вопросы и послушаем, как ответят они. Классно. Передавай привет вам. Все. Ребята, я говорю, что Евгений Попов – это очень крутой мужик. Мне часто звонят клиенты и спрашивают, кого бы ты порекомендовал нам в качестве поставщика оборудования. И вот я рекомендую не столько компанию Грака, сколько Евгения Попова, потому что я знаю, что если вы будете общаться с ним, то вы точно дойдете до какого-то понятного результата. И это человек-профессионал. Поэтому смело берите его контакты у меня и обращайтесь в компанию Грак. Спасибо. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...